У нас тут под окошком магазин, вчера не присматривался, надо будет сходить потом. Это будет доброе утро, выспались немножко, отдохнули, сегодня предстоит большой день погулять и на фестиваль ходить. Ну а сначала поедем зарегимся, попьем два джуз. Ничего уже нету, булочки, джемы, такие штучки. Так, тут что-то выпекается, омлетик. Я вам нашла сосиски, колбаски. Фруктики, кофе, кофе. Можно сок, хорошо. В общем, такого вот наваялся завтрака, Аленка уже уплетает, арбузик есть, сок с персиками, абрикосами. И вон там можно еще пожарить себе вафельку, в принципе, тосты, прикольно там жарится. В принципе, можно что-нибудь найти и скушать. Народа, конечно, в 10. В 9 утра, в 10 закрывается уже много. Все, приятного аппетита кушаем. Не знаю, у нас уже здесь припати какой-то. Короче, сразу же закончилась музыка. Короче, гетто играет. Вот такой здесь дикий трафик у нас от отеля, от вышли мы. Пойдем, сейчас попытаемся пешком добраться до фестиваля, заребиться, зачекиниться, получить свои браслетики. Дальше пойдем уже погуляем по Будде немножко, что вчера не посмотрели. И, короче, до вечера тусить. Нам где-то минут 50 показывает карта идти. Так что лучше сейчас это все сделать, чем оставлять на дикие очереди в конце дня. И безготовлен ко всему, в общем. Вон салончик Тесла. Вчера проходили там, машинки стояли с включенными фарами. Не экономят энергию Тесла. Идем вот по такому мостику через реку. Ну, тут, скажем так, канал какой-то даже не сама широка река Дунай. Вот такие кораблики тут стоят, шахуны какие-то грузовые. Там побольше чего-то на ремонте. Вижу этот прогулочный порт какой-то грузовой. Хотя все ржавое, непонятно, функционирует оно или нет. Поезда ходят, поезд прошел уже. То есть, на самом деле, хорошо пусть у Варшавы опять вернуться в лето. Ну, будем откровенно. В Варшаве тоже сейчас вернулась. Погода хорошая. Ну, тут уже вся ширина Дуная. Тут уже все серьезней. Ну, люди отдыхают, кафешечки. Вот остров с фестивалем. На него нам и надо. Там уже слышу гремит музыка, но не так, как вчера и Мэйджи Драгонс выступал. Ну, хорошо, мы шли там ревела вообще капец. Ну, что, относительно отеля нормально, близко. Только что идти сейчас. Ну, больше, что мостик. Хотя от водички охлаждает немного. Вот, а там центр куда пешет. Вот, ничуть почти не задолбавшись, это мы соврали вам, мы дошли до моста, который ведет на фестиваль. Вот такой вот бывший железнодорожный мостик ведет нас на остров, на котором проходит этот фестиваль. Хорошо эти жилые дома, новые. Щирком вышел на балкон и все, послушал диджей сет. Здесь вот вдоль дороги у нас расположены разные флаги разных стран. Я, естественно, сфоткался уже с польским флагом, а вон флаг в Украине есть. Так, подошли к чекину. А, тут очередь там нету, сейчас посмотрим. Наклеили мы такие браслетики, дали нам паспортаж и гетто, всем выдают. Сейчас перейдем до осмотра и уже будем на фестивале. Для тех, кто дольше там дают пластиковые браслеты. Дали вот такой паспорт. I'm here. Сделаем краткий обзор, можно вклеить свою фоточку. Отсвечивать. Стой. Угу. Как-то разная информация, естественно. Исполнитель, наверное, я так понимаю. Но больше рекламная брошюра, чем паспорт. Но как на память, наверное, пойдет. Вот. Где-то тут и наш день, но потом. Идем посмотрим, что там дальше. Так, из обзора здесь есть банкоматы. Можно водичку набрать с крана. Там можно сдать важные вещи в камеры. Такие маленькие. Вижу зарядки для телефона. Не знаю, платно ли это. Вижу цены. Значит, платно. Думаю, здесь беспрепятственно можно жить. Здесь есть кемпинг. Вон, кемпинг. Палаточки. Люди ходят с надувными матрасами купленными. В упаковках еще, значит. Готовятся к отдыху здесь на фестиваль. Так, ну мы разворачиваемся. Идем сейчас гулять в Буду. Бережем свое время. Браслет есть. Все, войдем потом попозже. В машиностанцию. Вот такие вот поезда. Доедем. Попытаемся до центра. В этот момент Алена пошла купить еще пару билетов нам. Собственно, вот карта. Это, наверное, карта этих поездов. Вообще не понимаю по-венгерски, поэтому... Сложно нам пока. На улице билеты все же действуют, что на автобус, на метро. Пока контролера не встретили, не знаю. По ценам на билетики вот можно здесь устанавливать и видео можете посмотреть. Вот так вот выглядит внутри поезд где когда-то. И въехали мы в туннель и получается как будто в метро ощутились. Так удивительно. Это все построено. Сейчас проездимся на трамвайчике, но это не очень длинный шланг, которым и хотелось бы. Не прошло и суток, мы на второй стороне моста. Идем сейчас на фуникулер, я так подозреваю, и поднимемся вон туда на гору. Чтобы обозреться обозримой. Что, не хочешь ехать за четыре тысячи? Хуфов, да? Я гуляш съем за четыре тысячи. И пивка попью, да? Попробую. В общем, фуникулер там вроде как самый старый, а может и не самый старый, но довольно таки старый. В 1986 году его реконструировали, выглядит все вот так. Большая очередь, стоит четыре тысячи хуфов. Примерно на двоих нам выйдет сто злотых. На сто злотых может кто-нибудь один да покушать. Идем. Но мы коллегиально решили, что деньги нам сейчас не лишние. Обойдемся без фуникулера и вот так вот пойдем вдоль этой дорожки. Хорошо, что не там вдоль фуникулера, потому что там, я думаю, сдохли бы. Языки точно на бороде бы висели, пока дошли бы. Но было бы прикольно. Почти как бы по горам. Вон, такой вид на мост здесь открывается. Эхо войны, я так понимаю, превратило Бладапешт в нечто подобное. Где-то вот все восстанавливали. Отсюда открывается вон видос. Хороший на мост парламент. Так, есть тропа туда куда-то. А есть тропа вот так вот, что выберем мы. Гоу! Эй, спартанцы! Бегом! Они бегут. Ух! Ну, блядь нагрузка на ноги, серьезно! Субтитры сделал DimaTorzok Сквозь великие страдания мы вышли к королевскому замку, где вот такая птица непонятного происхождения, орел не орел, храняет меч, арка, открывается вид на парламент, мост цепной, колесо обозрения, где мы вчера гуляли, паленка, с которой я вчера гулял. Ну, в общем, идем дальше, да? Я изменяю формула. Мальчик рвет пасть рыбке, какие-то русалки девочки, потратили все бабло и не за что вам покушать, вот можно насобирать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вернее, боюсь летать на своем малыше в таких местах, в таких масштабных городах, поэтому с лица ее не покажут. Так, ну мы вернемся, наверное, назад. Потому что фестиваль ждет. В общем, миллионная фраза о правильности этого места неизвестна. Что это? Сюда приезжает фуникулер. Это не рыбацкий бастион, это не часть королевского замка, который позади, который вот там, короче. А это всего лишь сюда, он там приехал фуникулер, можно подняться. Ну, наконец-то рыбацкий бастион, которых я постоянно хочу вам рассказать, что это он. Ну, помню, что белая стена. Вот, наконец-то, это он. Спасибо. 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 костел святого иштвана этот подозреваю сам иштван может быть на конике но и все это рыбацкий бастион то есть рыбацкая крепость которая возникла на месте поселения никогда рыбаков которые собственно должны были себя охранять от внешней угрозы нет это stefan rex если я правильно прочитал потому что вчера я плохо прочитал музей агротехники назвав его музеем архитектуры ну вы поняли алена вам все сказал что-то как всегда на реставрация это наверно памятник чуме или что но в основном такие похожие вот вене допустим то обычно чуме ну конечно фасад как всегда ручная работа это все супер сколько рискового труда а глаз радуется собор впечатляет конечно свадьба подружки невесты папа наверно ибо рельефы костел с часами так мы уже все посмотрели сейчас идем наверно что нибудь съедим и время шигета настало но и так и так и я так понимаю тут можно что-то купить вон 50 тысяч форентов набор картину за 160 тысяч форентов не хочу все принеси нашу пивко хватит снимать принеси нам гуляшик не знаю нам принесли спайси я его намазал на хлеб может как-то по иному нужно есть с гуляшом ну короче спайси есть спайси сейчас все горит придется наверное второй огнетушитель заказывать обедали мы такой прекрасный реставрации по-русски ресторанчики что вам хотим сказать что гуляш был обалденный пиво венгерская тоже как всегда ну и естественно здесь оказалось почему-то дешевле чем было вчера 30 евро чек по сравнению с италией вообще копейки типичный венгерский натюрморт естественно так мы спускаемся на поезд и учаливаем наконец это если что мы приехали пока нас мы шли-шли-шли думали что это автозаправочная станция чтобы зайти что-нибудь и купить но оказалось здесь движуха а потом смотрю все аппараты завешены вот так вот прикидыв пацана так вообще наряды разные у людей то полуголый то с попами торчащимися под шортов но это же фестиваль можно еще билеты купить я так понимаю люди выходят без браслетов покупают билеты розовый чувачок все дела на острове свободы это все можно мальчики целуются девочки целуются между собой вот так выглядит палаточный городок если вы приехали с палаточкой на несколько дней отдыхайте вот здесь походу отдыхающие царцы судя по флагу мы с аленкой решили пройти к цирку но сейчас начинаются какие-то фут-траки вижу хаут-доги продают не знаю это цена хот-дога 2 500 фаренгейт фаренгейт мне почему-то хочется назвать куфов куфов водичку яна рекламирует который ты не захотела брать здесь купишь еще в дороже но у нас есть водичка можно проходить с водичкой полтора литра какие-то бутербродики с собой все это можно проносить спокойно все пропускают дринки естественно хотя на самом деле никаких арок металлоискателей которые привыкли видеть я не знаю последний последний фестиваль на который я ходил беларусь 10 лет назад там были металлоискатели так фиг чё пронесешься даже водички бутылки не разрешат а здесь спокойно вот одна из сцен стерео стейдж есть где покушать пиво выпить смотрю стаканчики какие-то наверное многоразовые которые можно потом с собой унести так сказать рэкап кап в общем коктейльчик drink все нормально молодежь люди постарше с животиками как у меня вообще можно с детьми на самом деле я не даже не знал этого но если мы поехали бы с ребенком то до 14 лет ребенок входит бесплатно единственно что нужно зарегистрироваться и браслеты получите я думаю это всего лишь это нормально для безопасности вот это голова пузырь какая-то интересная но и цирк на дроте на она там он мы и стечной все не ошибаюсь может ошибаюсь но большая сцена обычно большая сцена это main station короче ребята я не профессиональный видеоблогер по сфере туризма и travel путешествий короче как-то назвать короче не travel блогер я не фестиваль блогер это не цирк хотя казалось бы это тут можно купить сувениры раз правильно сказал короче сейчас пойдем проверим от мастер-карт что-то такое бар ну короче он там сцена тоже есть если чё стена мастер-карт весь сцена samsung и куча других сцен двадцать не буду на самом деле здесь он судя по барабанах можно послушать и рок музыку мы пойдем заценив что там как он все это снимается красивые stories из фестиваля но хотя на улице светло здесь такая приглашена атмосфера а я не знаю кто это но вообще-то Придом вип Там есть аттракцион клёвый Может прокатимся на нём Вон на такой, на кране Видишь, его поднимают Видишь, а потом его начинают трясти Как я понимаю Неплохо Я съёмку не прекращаю Там даже крылья какие-то есть Сейчас посмотрим, что там А может тогда просто поднимают Но есть какой-то как тарзанка Такой, как качеля Там вообще расколбаска Посмотрим, что А вон там, вон Если обратишь внимание, чуть правее Вон люди колбасятся Может пойдём, сходим? Меня с рюкзаком не пустят Надо где-то его оставить Короче, поляна, лужайка Можно приходить было с покрывальцем Вообще Здесь весь день отдыхать А бы позволяли денюжки Ну и как бы настроение было на уровне О, тут ещё одна сцена Пошли зайдём, посмотрим, что же сцена Чувствую, к главной сцене Такого доступа не будет Но пока наслаждаемся, что можем пройти Посмотреть иные сцены Вот, смотрите, сколько людей Поехали! 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 Паю Пушка-распылюшка! Ах ты, как повеял этотvestce! ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой капли прохладной водички с пушки распылюшки это не что так идем на пивную сцену я ее так назову потому что там очень много рекламы пива пушка распылюшка ну что ты так нас и демали она на пушке зависим и все останется здесь это главная сцена и люди здесь уже расположились но кому-то и здесь будет хорошо а кто-то рвется за сцену судя по инстаграму шаги до самого утра я забанит youtube зак за авторские права на музыку но здесь можно расположиться палатка вот это рыбачок сцена чувачки там что-то умное разговаривают пока вот эти вот люди отважные крутятся на этой птице короче вот на такой каракуле людей садят а потом просто пружинкой туда-сюда летает я бы сходил вот аленка не очень наверно я боюсь еще за пары эти где рюкзак здесь и дела мы что-то недолгий термин вот поддон сцена а это весело это весело на самом деле короче металл сцена если бы я так кричал у меня бы голос пропал но видно что им мало места выйти а а территория парка огромная смотрите на самом деле а так для информации я вам скажу есть алди на фестивале можно купить я не знаю как тут что нарисовано но короче колбаска бургер и вся фигня яблочки все нарисовано не знаю наверно можно купить но мы не пойдем потому что большая очередь хотя хотели зона гриля короче шагет я не знаю может в следующем году ты меня тоже позовешь алена вот здесь можно купить разный мерч маечки вот 11 тысяч хуфов я могу сейчас все отдать и все и поет тебе маечка мне маечкой поедем без еды домой весь line up расписан на какой-то сцене матрасики хотя здесь не знаю где тут купаться на них может просто спать чё там чё там чё там чё там палатки палатки много палаток люди здесь приезжают отдыхают палатках кемпинг место тоже можно забронировать это не реклама я просто говорю что здесь можно сделать приехать заехать на весь фестиваль взять себе полный билет выходить в город естественно гулять по информации не скажу по поводу душев конечно но чистоту нужно поддерживать вот егей мастер шотики шотики подъехали мы уже свои употребление конечно так что у нас дальше тут опять футраки джуз бар короче голодными здесь не остаться конечно мы пришли в 6 вечера где-то так но все равно сейчас поищем какой-нибудь еды и пойдем главной сцене сэлфи ю веселые туристы много английской речи кто лучшие клаберы англичане я вам расскажу здесь по ходу прикладывается браслет и пополняется свой браслет если вы на несколько дней деньгами которым вы потом можете платить браслетом чисто вот браслет но не такой бумажный прикладывать и потом снять разницу если вы не все потратили хорошая техника не надо наличку носить ребята вот честно вот люди сидят на травке но это все замечательно и можно не идти к сцене смотрите все прекрасно видно но мы идем кушать соленое искать да на футуроке и чуть ближе пойдем все таки попытаемся если нет то тоже сядем на травочки и будем прекрасно себя чувствовать что решает всего лишь час цене уже не проступиться мы имеем пивко имеем немножко покушать поэтому нам не здесь хорошо мы идем кушать и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok